всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 9 мая хороший солнечный денек у нас будет сразу поздравляю всех с праздником для нас конечно вот кто рожден в ссср этот день из детства еще помнится такими грандиозными парадами демонстрациями но в этом году всем советуют провести этот праздник дома и конечно у тех людей у кого есть сады и огороды все пишут что мы будем в этот день высаживать рассаду делать грядки сеять это самое такое удачное решение проблемы и не заскучаешь и с пользой день проведешь сейчас я быстро покажу вам как меняется ситуация у меня в огороде вы вчера видели что здесь была полная грядка рассады сегодня видно что количество рассады понемногу убывает количество грядок вот высаженных готовых прибывает прибавилась вот эта грядка потом сейчас рыжий пришел потом вот эту грядку подготовили уже полностью к посадке но если многие пишут что сегодняшний день они проведут высаживая рассаду мне это сделать не удастся у меня сегодня привозят внука на два дня он работать мне в огороде не дает когда он у меня здесь в гостях он уже но ему четыре года он взрослый он не не выдергивает растения не топчет уже грядки вроде так ничего он просто тянет меня за руку туда на улицу у нас около дома видели наверно качели там песочница ему там интереснее а так как я его одного оставить не могу вот мне придется там за оградой целый день провести но я проведу с пользой буду за ним присматривать и буду как раз займусь уборкой уличных клумб цветов там тоже надо обработать прополоть сейчас покажу еще что изменилось за вчерашний день вчера когда я снимала видео о схемах посадки я говорила что не везде по два томата в одну лунку высаживаю есть у меня место где высаживаю томаты одиночки вот теперь все эти томаты одиночки уже рассажены вы видите что они высажены по обычной схеме один томат одна лунка один колышек тут одного нет потому что я тут должен сидеть поле ропсон тоже темнокожий томат я его не нашла вчера не смогла найти в огромном количестве вот этой оставшиеся рассады но я его найду и 100 подсажу все а забыла сказать сейчас 6 30 утра и у нас 10 градусов и вот будет ночная будет завтра 12 13 а дневные будет 22 23 я говорила там даже до 28 и вот сейчас уже нужно сохранять не столько от холода нам рассаду которую мы высадили сколько от жары и от солнца при высадке в стаканчиках вот закрытой корневой системе мы она переживает как менее травматично пересадка и солнце меньше доставляет вот неприятности нам а раньше когда я еще в лотках некоторую рассаду выращивала и бывало что терялась полностью по несколько сортов при высадке из лотков высадила это было три года назад по моему из лотков высадила и наступила жара вот такая аномальная 28 29 вот пекло закрыть не закроешь потому что вы видите большие сильно плантации этих помидоров и они прям сжигались все верхушки но было очень плохо теперь с тех пор я только в стаканчиках выращиваю потому что в стаканчиках ее можно куда-то поставить переставить подождать раз как сказать шире расставить в лотке они же друг друга загущают их уже не раздвинешь их нужно высаживать именно в те сроки когда наступают а в стаканчиках вы видели оставила через стакан один стакан с рассады один пустой один с рассады один пустой и можно еще недельку другую обмануть природу дать им разрастись все вот в стаканах я высадила я спокойно но есть у меня и подожженная рассада сейчас покажу мы всегда стараемся предотвратить как уберечь от холода свою рассаду но иногда забываем о солнце и вот у меня здесь есть среди вот этих ну это вот осталось чтобы не высаживать среди этих есть и обожженный солнцем вы видите самые самые высокие вот которые выделяются вот они они вот они были когда в укрытии под пленочкой те которые самые высокие и упирались вот в этот в потолок поэтому я говорила про тоннели что в тоннелях высокую рассаду не выращиваю солнце их маленько прижарила тут я хочу снять сегодня отдельное видео про обожженные солнцем томаты некоторые спрашивают что делать восстановится они или нет но вот это у меня такой ожог от пленки а есть просто солнечный ожог когда они закаленные выносят и листья белеют обычно тут уже с этими белыми листьями ничего не сделаешь нужно терпеливо ждать когда новые отрастут но чтобы было менее травматично для них опрыскивание люди делают вот этими стимуляторами роста чтобы немножко помочь им оправиться вот от таких ожогов у нас из-за этой жары мне приходится поливать не только те томаты которые я высадила вот пришлось даже вчера поливать ландыши видите у них как раз фаза бутонизации сейчас нужна влага они вот-вот распустятся я их так люблю ой даже вот один распустился и вчера вот вчера позавчера я очистила за ними ухаживала и видите вот это вот пятно именно их я полила потому что на всю территорию тут сухая вся земля не хватило у меня ни времени ни сил полила их и вот эти хосты пистолисты и которые очень дорогие они очень как бы медленно размножаются и плодятся есть кусты которые быстро превращаются в крупные этих хосты вот они такие капризули их я полила и ландыши вот приходится поливать лесные цветы из-за такой аномально жаркой погоды сегодня впервые жизни мне пришлось умывать баклажаны потому что я сначала высадила их здесь в первую очередь а потом мы начали делать грядки для томатов кидать землю с места на место и вот вся эта пыль осела на листьях смотрите сколько грязи на них я каждый день ходила и думала бедные баклажаны все листья забиты пылью и тут же не дождя не будет ничего никак грязь то это не смоется смотрите что на них думала думала несколько дней что делать но сегодня решила придется видите вообще ужас думаю придется умывать их принудительно развела немножко раствор янтарной кислоты и чтобы это сразу было и умывание немножко как это помощь им для поднятия иммунитета для лучшего развития вот сейчас все их если при простом опрыскивании я говорила что нужно создавать маленькие 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 капельки чтобы они не скатывались не укрупнялись что здесь я делаю наоборот я спрыскаю до тех пор пока капли все не соединятся видите как они укрупняются потом я прыскаю еще они когда становятся большие они скатываются и все но это вот у меня не для не для подкормки первое у меня главная задача это умыть вот этих чумазок баклажанчиков видите листики стали чистые 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 иначе я думаю вот такие припыленные вот видите пыль они даже не дышат ничего им очень сложно и вот они как бы молили меня умойте нас вот пришла умывать ну вот вот так то лучше чистенькие свеженькие такие армия высаженных томатов у меня прибавляется вы видите и всего сегодня сейчас покажу еще высадила вчера огурцы первые приходится немножко так частями высаживать потому что для огурцов еще 10 градусов температура не очень подходящие им нужно не меньше 15 сегодня же сниму видео как сохранить вот эти ранние посадки огурцов чтобы получить урожай рано и чтобы они не замерзли ну вот все новости пологорода высажена помаленьку и огурцы и томаты высаживаем надеюсь на теплую погоду одновременно готовятся и следующие технические проходы под посадку это вот между новой теплицей и между домом тут вообще место не очень такое как подходящее для томатов я тут всю жизнь высаживала томаты посадила забыл но это грядка ленивка у меня была так называемая в прошлые годы я показывала ее в этом году хочу попробовать вырастить здесь нормальные томаты в коловой культуре посмотрю дадут они мне урожай или нет но вчера 8 мая я высадила 1 десант огурцов пока это вот как вы видите в бочке это те из которых я буду делать огуречную арку кто видел в прошлом году тот помнит входную зону из дома придомовую теплицу вот по этим по железным штучкам они будут ползти с обоих сторон от крыльца и соединяться вверху очень красивые получается украшение и можно открыть дверь протянуть руку и сорвать огурчик это очень удобно делаю так я с огурцами вообще делаю много чего то их в мешки то их то из них арки делают то беседку был какой-то год у меня года два или три беседку оформляла огурцами вместо вьюнов и красиво и полезно так что вот первые огурчики высадила но 10 град 10 градусов ночью им конечно недостаточно я сегодня сниму видео как сохранить вот эти первые посадки огурцов чтобы был урожай и чтобы все было без проблем и в этом году я придумала вот сделать такую арку чтобы украсить входную зону нашу дверь вот эта дверь у нас конечно не главное я стою в придомовой теплице это черный ход то есть ход в дом с огорода через придомовую теплицу ну и хочу еще раз в завершении видеоролика этого поздравить всех с праздником с днем победы конечно это банально желать чтобы никогда не было войны ясно что это каждый хочет чтобы не было войны но я хочу просто пожелать всем своим вот как бы единомышленникам садоводам огородникам или кто только мечтает об огороде или кто выращивает огород на балконе мы все любим растения хочу пожелать вам здоровья упорство никогда не унывать даже если не получается нужно верить свои силы особенно новичкам у вас все получится ведь это так просто для этого как эти знания у нас заложено на генетическом уровне положить семя в землю и ждать урожая но немножко приложить конечно труда поверьте через несколько лет а скорее всего через несколько десятилетий вы будете делать это на автомате уже руки все запомнят будете получать большие хорошие урожаи и хотя мое пожелание не очень связано с днем победы я не хочу говорить о войне мы конечно помним все это но лишний раз называть это слово война война я не хочу будем думать о мире пусть будет мир пусть будет у нас голубое небо вот как у нас каждый день я вам показываю страшный поликарбонат не смотрите пусть будет всегда у нас голубое голубое небо и под этим небом большой большой богатый урожай в наших огородах пусть все ломится от наших яблок томатов огурцов ну впрочем у многих так и есть хочу новичкам чтобы вы догнали опытных садоводов и чтобы у вас тоже все было легко и непринужденно когда у меня спрашивают как вы с таким количеством справляетесь я всегда при себя думаю ну как легко и непринужденно у меня такие же 6 соток как и у других все остальные же справляются и я тоже это кажется что много на самом деле за пределы 6 соток мы не выходим работаем легко и непринужденно с улыбкой и слава богу что голубое небо спасибо дедушки у меня тоже один дедушка погиб на войне мамин был офицер и конечно мы его не видели ничего мы о нем сильно не знаем я жалею что раньше не было вот это такой акции бессмертный полк никто сильно информацию не собирал ни в школе никогда когда мы учились ну так получилось теперь уже не мама нет никого узнавать не у кого я если честно в архив не хожу информацию не поднимаю просто я ожидаю что один из членов нашей семьи погиб на войне все этого достаточно спасибо всем ему и всем другим поздравляю с праздником